добрый день слушатели радио комсомольской правды и зрители портала кп.ру у нас сегодня интересная беседа с одним из моих самых любимых ректоров нашей страны александр сергеевич запесоцким почему любимым потому что столько поводов для вопросов и заметок наверное другой никакой в ректор никогда не создавал вы уже помогли 25 руководить и в этом году морским государственным гуманитарным санкт-петербургским гуманитарным университетом просоюзов до вы 3 1 года осенью исполнится 25 лет 25 лет вот 25 лет и казалось бы вот можно уже успокоиться утихомириться значит вуз работает хорошо проблем с набором нет проблем с трудоустройством студентов нет ребята замечательные нет все время мало то александр сергеевич еще и колумнист с недавнего времени комсомольской правды уже больше года до ночь недавно по сравнению с 25 годами в общем до детский возраст и поэтому всегда наши беседы они несут новую информацию новое знание для тех кто нас будет слушать но и для меня честно говоря тоже поэтому первый вопрос эсэнский последний последняя история связана с вашим вузом эта история когда вы запретили по моему студентам или нам не рекомендовали выставлять фотографии в неглиже если я не ошибаюсь в социальных сетях до этого я помню что у вас были в общем драконовские такие правила по опозданию на занятия и по пропуску занятий и вообще вы держите студентов ежевых рукавицах что для вуза негосударственного достаточно строй странно как правило в таких вузах к студентам относятся ну мягко говоря лояльно потому что они приносят деньги вот у вас как совсем другая политика при этом студенты абитуриенты к вам в университет ломятся давайте рассказывать я очень редко что запрещаю и как правило если я принимаю какие-то драконовские меры у меня на тот момент уже есть общественное мнение вузе то есть как правило пришли студенты студенческий актив нас сильный правком сильный из тут совет и поставили вопросы перед администрации сначала не передо мной перед проректорами и люди говорят александр сергеевич вот то 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 происходит неправильно давайте мы какие-то примем меры чтобы не было что-то неправильно ну например ну например в 9 2005 году мы отчислили одну студентку которая ругалась матом в интернете мы ее вообще-то очислили строго говоря не за это мы ее отчислили за нарушение устава в университете но история была примерно такая девушка на творческой специальности училась было весеннее обострение она была на занятии ни много ни мало у лауреата венецианского фестиваля он ей трижды сделал замечание она разговаривала с подругой она не обращала на него внимание тогда он на четвертый раз ее выставил из аудитории попросил ее выйти в корректной форме безусловно она пошла в общежитие вошла в интернет и стала крыть его матом и тогда студенты пошли в деканат и сказали этот человек преподаватель для нас очень уважаемый мы его боготворим мы у него учимся а вот эта студентка она ведет себя неправильно вы бы не хотели чтобы кто-то нашего преподавателя оскорблял в интернете дошло дело до ученого совета я очень не хотел сам вот этот вопрос полностью решать брать на себя административную ответственность поскольку должно быть правильно сформировано общественное мнение мне кажется тоже не понравилось и допустим тогда мы пригласили на совет ученый и стали с ней беседу члены ученого совета она сказала я имею право ругаться матом это свобода слова шукшин ругался матом пушкин ругался матом то есть какое-то образование все-таки дали ну кое-чего дали в школе тогда еще было все-таки 2005 год школа еще была не так развалена как сегодня ну ей даже не говорили о том что надо пушкина и шукшина вспоминать других случаях а речь идет о том что вы оскорбили человека с ней говорили на языке университетского устава там уставе записано для чего университет создан как люди должны себя вести ее отчислили за несоблюдение университетского устава вы знаете с тех пор прошло много времени уже прошло но никто вас 8 матом не ругает ну как-то вот договорились понимаете ли вузовском сообществе хотя крик был страшный опять меня лично обвинили в том что я держи морда вот там в интернете творился за история когда вы отчислить сразу 300 студента это пойти но это не 300 спартанцев это было раньше на моя любимая кстати после этого как раз у вас по моему и показатели стали повышаться а вы знаете что всегда в любом вузе есть люди которые хотят учиться и они приходят учиться есть люди которые зашли случайно вот сегодня у нас сравнительно мало людей кто зашел случайно у нас 60 процентов но да если они помнят история об отчислении 300 до 60 процентов поступают по вот рекомендациям тех кто уже учится это или сами студенты или семьи родители там и так далее многие приходят знакомиться с вузом лично проблемы появляются с теми кто поступает просто так по егэ не глядя ведь разрушены все механизмы профориентации раньше мы выходили в школу и мы детям объясняли вот как нужно себя готовить к нашему вузу и чем они столкнуться а сейчас человек может ничего толком про вуз не знать посмотреть сайт сдать документы прийти а потом вдруг столкнуться с тем что надо на занятия ходить каждый день понимаете и люди разные и вот вы представьте себе до девяносто шестого года была ситуация доставшаяся мне в наследство от прежнего вуза люди приезжали учиться кто-то 1 сентября а кто-то 15 сентября кто-то 15 ноября и вот так и учебный процесс и он так плавно очень начинался месяца два два с половиной по всему ходу вот этого учебного процесса появлялись молодые красивые загорелые люди допустим в октябре я вы чё тут дураки все это время учились что ли а я загорал посмотрите какой я красивый а следующий вопрос был а что это я тут на семинаре не понимаю а там уже все установочные лекции отчитаны а вы не могли бы не объяснить а чем мы тут занимаемся и он начинал тормозить учебный процесс там и с этим было невозможно бороться и в конце концов тоже наверное понимаете мне не очень хочется иметь проблемы на свою голову но нельзя иметь вот такой разваленный учебный процесс если ты хочешь иметь сильных выпускников хорошо подготовленных есть педагогики понятие педагогический конфликт я сознательно пошел на очень такой ярко выраженный педагогический конфликт 1 села 20 лет помнят 20 лет назад 1 сентября 2 96 года я пришел в аудиторию с очень сильным лектором вот селектором который должен был прочесть там для экономистов на экономическом факультете по экономике по хозяйству ни много ни мало губернатор ленинградской области аудитория вообще пустая ни одного человека кто-то не пришел кто-то там на линейке побыл друг на друга посмотрели все хорошо пошли пить пиво я конечно тут же с ним развернулся вошел в другую аудиторию и он прочел лекцию в другой аудитории но в понедельник утром я отчислил 300 человек я два раза собирал вот этих 300 отчисленных причем они имели право прийти с родителями с адвокатами я садился вот я один а их 300 плюс родителей группа поддержки я с ними один раз четыре часа разговариваю и потом второй раз мы не договорили еще три часа разговаривал я им все объяснил они вынуждены были со мной согласиться я им сказал что да вы можете восстановиться за восстановление надо будет там небольшая была сумма заплатить как за техническую процедуру потому что я вас отчислил по вашей вине вот я совершенно за правило тел да ну я был готов они говорили это же воскресенье а я им говорила у нас по уставу воскресенье от начала учебного года это первое сентября это символ университетского отношения к знаниям эта ценность это день когда я привожу особых преподавателей которые задают планку учебного процесса вы выразили отношения к нашим ценностям они там меня ругали публично мне в лицо высказывали всякие неприятные вещи вот я с ними разговаривал они практически все восстановились из 300 может быть там два или три там не восстановились я уж не помню каким-то урок запомнили и следующие поколения с тех пор 20 лет независимо дня недели нет ни одного человека кто не приехал бы первого сентября даже больных нет первого сентября понимаете все здесь все здоровы и учебный процесс начался сложилось так что за последние 25 лет государство очень незаметно вывела функцию воспитания за пределы системы образования но сейчас же федерального государственного образовательного стандарта как раз возвращена вот эта позиция я вас умоляю ничего там толком не возвращено с вузов нет механизма и со школ тоже спросить за воспитание более того концепции сегодня исповедуется вот это уже министерством образования она всем правительством исповедуется это очень странно понимаемая такая концепция как им кажется западное что вуз это и школа кстати это коммерческое предприятие ну я могу поспорить абсолютно поспорить можем не так об этом вы знаете как говорят я не документа вот как говорят рекомендации в документах столько написано вот есть закон о образовании в котором где-то там написано из 500 страниц что это общественное благо на одной странице а весь закон он построен так по юридической сути по своей конструкции что образование это услуга а это означает что это как в парикмахерской ты пришел сел и вот ты считаешь что тебя должны обслуживаться особого рода образование как мы знаем это обучение плюс воспитание и все что связано с воспитанием потеряно вообще в нашей образовательной системе у нас осталось только обучение 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 плюс дополнительный подчеркиваю не образовательные а по сути дела учебные услуги за пределами там сетки в школе но вы очень утрирует я очень утрирую я этих детей у себя получаю и я могу сказать в каком виде их у себя получаю у нас есть гимназия при университете в которой учится 50 при дети из 50 регионов примерно и мы каждый раз на входе это старшие классы там 8 9 10 мы на входе их тестируем есть очень хорошие методики опробированные сертифицированные государством как померить реальную обеспеченность оценки школьной по тем или иным предметам знаниями вот как оценка обеспечена лет восемь девять назад у нас средняя оценка школьная было у приходящих гимназию 42 а обеспеченность было 38 реально завышает немножко ну на самом деле довольно таки прилично сейчас средняя школьная тоже 42 обеспеченность 2 и 8 при этом есть еще психологические тесты дети радикально поменялись растет индивидуализм нет уже коллективизма нет желания и стремления роман фантильность на коллективе ну большие проблемы с мотивацией далее самостоятельность творческие начала креативность катастрофа вот что мы может ребенок он может очень легко скачать из интернета найти скачать а проанализировать сравнить два текста он не может ведь все мы же берем детей с прицелом в университет и там история такая 70 процентов детей не имеют элементарных навыков работы с информацией а ты должен например если осмыслить пересказать выразить свое отношение вот то с чего начинается творческая университетская личность ведь я у себя в университете на экзамене во первых у меня любой ответ устный он письменный там человек записывает все когда готовится но чтобы получить пятерку ему недостаточно конспект сдать это четверка только если конспект он должен на пятерку независимые три точки зрения по каждому вопросу билета привести из разных источников которые конечно там преподаватель дает он может еще и студент сам взять что-то дополнительно он должен сравнить дать анализ и сказать свое мнение без этого пятерки нет так вот дети на входе в университет они вот этим не владеют совсем очень самые сложные серьезные моменты это дисциплина трудолюбие ответственность на переходим к последним вашим решениям по студентам чит социальные сети студенты развитые студенты продвинутые считают и очень хорошо понимают что выкладывая те или иные материалы в социальную сеть ты формируешь на себя досье с которым ты потом приходишь к работодателю только ты его не приносит ты ему не даешь в руки а работодатель его уже имеет он все уже оттуда вынул и но вот такое собирание досье это чрезвычайно вещь опасная с точки зрения интересов человека когда он повзрослеет он уже может быть и изменится он уже может быть и чему-то научился а даже если все там стерто это можно достать мы это все понимаем все хранится все хранится навечно сейчас есть помимо вот того что мы слышим и видим по телевидению видим в газетах журналах как людей выгоняются работы судьи журналистов балерин за то что они выкладывают свои непристойные снимки противоречащие общественной морали она у нас есть вообще-то вот выгоняются работы людей самых разных профессий перечень профессий расширяется воспитательницы детского сада что-то там вот выложила не то родители и не хотят там видеть сейчас целый ряд исследовательских центров ну может быть не с очень высокой степени достоверности но провел разные опросы работодателей а кто использует социальные сети для составления портфолио о кандидатах от пятидесяти шести процентов до семидесяти процентов представители работодателей тех кто готовит прием на работу поднимаются информацию в социальных сетях и в итоге преимущество при трудоустройстве получают те кто аккуратно ведет себя в социальных сетях и не выталкивает туда свою личную жизнь поэтому этого такой воспитательная мера у вас было а у нас собственно и воспитательных мер никаких не было пока еще студенты а мечта 5 мы это сейчас на ученом совете рассматривали мы на днях опубликуем постановление ученого совета студенты подняли этот вопрос причем студенты стали разговаривать сперва курс не сами которые вели себя неаккуратно вот а те говорят а что то такое наша личная жизнь там завязались диалоги многие поняли старших студентов тех кто уже сами все это видят перспективу кто-то не понял кто-то считает что в этом элемент игры какой-то что этом ничего страшного вот и тогда вот старшие студенты они поставили вопросы там перед опять таки деканатом деканат перед ректоратом это обсудили на ученом совете и приняли постановление в котором мы не рекомендуем нашим студентам выкладывать сообщение противоречащие общепринятым представлением о морали в социальные сети поскольку это может нанести вред им их дальнейшему трудоустройству репутации вуза и репутации диплома от отчислять если быть нарушение постановления пульте я бы этого не исключал бы потому что сейчас стоит вопрос о том что мы это внесем в контракт вы так скажем устанавливается более жесткие рамки но насколько я знаю проблем с трудоустройством ваших выпускников нет именно потому что мы 20 лет работаем с нашими выпускниками мы кстати все запреты которые вводят государства мы их вводили на 15 на 20 лет раньше вот сейчас государство приняло там какие-то решения по поводу наркотиков а мы года 23 назад записали в договоре обязательное тестирование на прием наркотиков по требованию университета у нас 23 года нет наркоманов в вузе потому что мы с этим работаем сейчас запретили курение мы курение запретили тоже лет 20 назад но мы два месяца предупреждали людей разными способами что в такой-то день с первого числа такого-то месяца у нас курить можно будет только в специально отведенных местах дальше накануне вот этого запретного дня мы устроили праздник траурную церемонию похорон последние сигареты люди приходили утро в вуз мне потом за это по шее ветераны надавали и видели висит фотографии сигареты в траурной рамке там знаете как как усопший а фойе стоит гроб натуральную величину обтянутый красной тканью в нем лежит сигарета длиной метров 80 стоят вокруг плакальщики команда квн вот и стоят вот знаете как в колонный зал ходишь там дома союза когда кто-то из высокого руководства нас покинул и вот они стоят так около сигареты это вот был последний день потом они взяли этот гроб сигареты пошли траурные процессии по вузу сметали туда команда квн окурки где находили по углам все в совочки и клали в гроб туда потом все это вынесли напротив вуза поставили потом сожгли запомнила митинг был понимаете все с ней прощались профсоюзная организация правком говорили прощальное слово ректор там выступил там уже стояла палатка около места сожжения на палатке было написано место для курения на следующий день в узи не курили понимаете только в отведенных местах курили поэтому это все можно сделать вот так по молодежному весело интересно я бы хотел знаете что что вы нашим последним вопросом какие-то напутствия озвучили студентам и даже не студентам абитуриентам которые будут в этом году поступать вашу надо все-таки очень продуманно выбирать специальность кстати не страшно если ошибешься потом можно менять но надо думать и надо обязательно приезжать в уз где-то хочешь учиться его заранее посмотреть надо посмотреть несколько вузов по избранной специальности и выбрать вкус который как ты считаешь что смотреть осмотреть это ту в туалетах вы знаете да все смотреть от туалетов до библиотеки столовой главная обстановку человек должен почувствовать что это вот его потому что есть стиль определенный у каждого вуза вот в наш вуз ты заходишь тебе все улыбаются даже незнакомые с тобой люди здороваются там не сидят на столах не вытирают руки а занавески а есть вуза с чрезвычайно таким вот легким стилем поведения я не буду говорить о вуз который мы с сыном хотели поступить вот мы пришли да я прошел по коридорам там грязь и за люди верхней одежды я сказал мы здесь не будем поэтому обязательно надо посмотреть иначе можно попасть в очень неприятную ситуацию общежитие надо посмотреть ни в коем случае нельзя поступать просто по интернету дальше надо понимать что какие бы у тебя не были способности путь к твоему успеху в жизни лежит через работу и дисциплину а вот нет иного пути даже если ты гений а если такие не ты тем более должен себя держать в рамках дисциплинировать не тратить время зря рассчитывать свое свободное время на что ты его потратишь очень важно не только воспользоваться вузом и усвоить все что там есть очень важно еще воспользоваться свободным временем потому что это огромное богатство с точки зрения взращивания себя как личности культура человека имеет не меньшее значение по крайней мере по гуманитарным специальностям есть специальности где это может быть чуть меньше важно там где особое значение играют там таланты в области технологий но я не буду называть такие специальности но чрезвычайное значение играет то как ты в себе вырастил культуры если ты умеешь себя правильно вести с людьми в обществе правильно выстроить отношения если ты умеешь пользоваться уважением это все огромный капитал который всегда с человеком если он не потратил юные годы зря вот я желаю аудитории комсомолки не потратить юные годы зря спасибо у нас в студии был ректор гуманитарного университета профсоюза санкт-петербургского кстати александр сергей записовский спасибо вам большое спасибо все что а я так не сделал еще а все а теперь мы готовы